Ну что, всем здравствуйте, меня зовут Николай, я рад приветствовать вас у себя на канале. Канал про парфюмерию не только, всем моим горячо и пламенный. Если вы чисто случайно сюда забрали, то подпишитесь, у меня здесь бывает весело, интересно и немножечко познавательно. Ну что, сегодня мы с вами снова говорим про бренд Монталь. А у тебя есть Монталь? Да ты даже не знаешь, что это такое, да, как из мема. Это была шутка и сарказм. Кто не понял, поищите на просторах интернета. Там очень позантная дама рассказывает какой-то другой про Монталь. Я к бренду Монталью отношусь с почтением, я к бренду Монталь отношусь с пониманием. Мне нравится их работа, у меня в коллекции много-много всяких Монталюшек. Я вот это все очень люблю, я подсадил всех своих знакомых, да, даже тот, кто воротил на сыс, липом за тесте, иногда не сразу угадывает и прочитывает почерк господина Пьера Монталя. Ну что, сегодня у нас речь пойдет и видео про три новинки, с которыми я походил, с которыми я прожил, да, с некоторыми даже переспал. В общем, мне есть что сказать. У нас сегодня будет на обзоре Lucky Candy, у нас сегодня будет на обзоре Holy Nerole, и будет третья композиция, с которой я очень хотел познакомиться. Вот, собственно, миниатюрка появилась на рандеву, я, собственно, кинул в корзинку и себе ее получил. Это Rendezvous in Paris. Рандеву в Париже, без «in». Рандеву в Париже. В общем, вот, на всякий случай ссылочку на эти работы я оставлю внизу в описании. Здесь будет огромнейший мой промокодик, который даст вам скидочку на всем сайте Rendezvous. Скидочка работает до 2500 рублей и не работает только на бренд Marc-Antoine Barrois. Все хитрозы, я надеюсь, у вас сейчас загорелся отчак от произношения слова Rendezvous и промокода. Но я не скрываю, я сотрудничаю, мне нравится. Ну что, мои любимые, мои хорошие, берите чай, кофеек, присаживайтесь, ставьте на паузу, либо прям так смотрите. Погнали! Первая композиция, я их сегодня наносил с утра, я их сегодня прислушивал, делал окончательные заметочки, поэтому я буду слегка коситься на свой склерозник и буду вам говорить. Скажу сразу, из трех новинок мне больше всего понравился Rendezvous в Париже. Все, видео можно закрывать, до свидания, идите занимайтесь своим делами. Но нет, я буду защищать Lucky Kind, я сейчас попытаюсь объяснить, зачем эта композиция. В принципе, появилась в портфолио бренда. Вот, в самом-самом конце легкая древесность и легкая такая ванильная штучка. На этом все. Нужно обновлять, потому что самый класс, самый смак, это вот первые три часа. Lucky Candy не чемпион по стойкости среди бренда Montale. Я это говорю не только со своих слов. Я эти композиции также давал тестить и наносил на кожу моим знакомым. Моим знакомым, естественно, все не понравилось, они зафукали. Фу-фу-фу, не хочу, вот это вот, как бы нам такое не надо. Но я буду защищать. Lucky Candy. Я боялся чрезмерной притерности, я боялся чрезмерного попа слепания, но в итоге композиция появилась и попала мне в руки, и открылась с очень интересной стороны. Для меня это стопроцентная люксовая дефис звучания селебрити, и, скорее всего, этой композиции бренд Montale хотел выйти на рынок Северной Америки. Вот потому что там такое любят. Там, в принципе, если посмотрите блогеры, все говорят вкусненько, все говорят приятненько, это хорошо, это вау. И вот эта композиция как нельзя лучше, возможно, откроет бренд Montale для других стран. Потому что мы привыкли к Montale. Это два пшика, умри, все живое. Там либо специи, либо удища, либо мудищи, да, либо какие-нибудь супер едкие въедливые цветы на мускусе, либо розы. А вот здесь вот композиция про вкусненькое, просто про вкусненькое. Монтажный Николай вставляет сюда флакон. Флакон очень красив, он такой розовый, да, в стиле Барби. Вот это вот все современные тренды. И здесь вот будет у нас с вами пирамидка. Кто спрашивал, сзади меня контурный свет, да, он как-то оживляет картинку, мой трупецкий вид. В общем, раскрываем маленькие секретики. Что я пишу? Что для меня в самом старте Lucky Candy на бумаге из кожи пахнет совершенно по-разному. Нужно носить и на бумагу, и потом делать окончательные выводы именно с кожи. Потому что на бумаге, вот он со старта пахнет как цветы, плюс мускус, да, плюс какая-то сластинка, плюс сахар, да, и уже потом этот маршмеллоу, ваниль и легкая древесность. Но с кожи, с моей, я пишу, что в самом старте мне это пахнет печеньем. Мне это пахнет кокосовым печеньем на большом количестве сливочного масла, столикой какой-то слегка солоноватой нотки. Сладость очень приятная, сладость не сахарная, сладость здесь цветочная, сладость здесь такая, как использовали в люксовых цветах и как используют как раз-таки бренды, которые занимаются производством celebrity парфюмерии. Вот такую композицию с легкостью можно было встретить в линейке Ариана Гранде, с легкостью можно было встретить в линейке Бритни Спирс, Джессика Симпсон, кто там еще делается, за меня все придумайте. В общем вот, я пишу по ассоциациям, это спокойный, сладкий, приятный, дамский, девичий аромат. В нем нет выпирающих нот, в нем нет излишней приторности, в нем нет попа слепания совершенно и что самое главное, я пишу, что нет химозности. Я боялся химозности, но здесь этого ничего нет. Сигит громко, с кожи я пишу 4 часа, а через 4-3 часа я практически ничего не слышу, но это проблема моей кожи. Поэтому если вы холоднокровный, добавляйте еще 3-4 часа, а возможно все 5, и целый день она на вас будет сидеть. Но мне кажется, что эта композиция создана для того, чтобы носить ее на волосы, на тельное нижнее белье, да, там кальтики, трусики, там дамы кто чем, как говорится, изощряется. Вот это будет хорошо. По ощущениям FAB по вайву, это не офисный аромат, это аромат не для того, чтобы, как говорится, выйти в свет и всех поражать своими шлейфинами, стаинами, нет. Это отпускная история, да, про понятие и принятие себя. Вот где-то вы на отпуске с коктейлем в купальничке в какой-нибудь парео доходите, посасываете вот этот вот напиток в очках в шляпе, и на вас вот этот аромат, это замечательно. Кокосик здесь есть, кокосик здесь такой же, чтобы вы понимали, как во всех других нишевых брендах, да, это вот такой слегка солоноватый акцент. Это не вот топорный пищевый кокос, да, который очень часто используют в бодибаттерах, либо в мистах для тела, а кокос здесь действительно парфюмерный, красивый. Здесь еще заявляют нас о том, что в пирамиде, когда я смотрел, написано ириски, да, по-моему, тофи или как так, тофи, неважно, действительно есть ощущение вот именно соленой карамели. Вот как раз таки про что я говорил. Для меня это соленый кокос на деревяшке, возможно, для вас что-то другое. Из того, что я слышу с блотера, это, естественно, медовые аккорды, это кокос, это легкая древесность, это цветы, а, скорее всего, здесь для вас будет либо жасмин, либо эланг, либо франджипани, но не вот такой, как мы привыкли в Монтале, а урезанный прям в Х2. Хорошо, неплохо, слушайте, на молодую девушку, если она, допустим, любит люкс, ей нравится, чтобы от нее просто приятно пахло, она не хочет пользоваться сложносочиненной нишей, да, копаться в ней, ковыряться, да, как это люблю делать я, да, за милое дело. Вот спокойно. На что композиция похожа? Я вам сейчас не подберу аналогов, я чисто вас подвожу к тому, что так может пахнуть и васмаркет, так может пахнуть и селебрити парфюмерия. Но по прочтению, по тому, как эта композиция сделана, мне кажется, что вот она изначально, возможно, была сделана для люксового рынка, и вот просто по брифу как-то маркетологи бренда забрали ее себе. Неплохо, хороший, молодой аромат, действительно, ну, юный, юный аромат, но не глупый. Это вот реально для девушек, которым просто нужно приятно чем-то пахнуть, да, чтобы эта композиция нравилась мужчинам, она будет нравиться, поэтому я вам все сказал. Мужикам здесь сделать нечего, абсолютно феминишная история, вот. Девушки, пробуйте, мне кажется, вам понравится. Не фукайте, не ворочьте носы, но бренд Монталь это хороший бренд, там каждый найдет для себя все, что угодно, да, и уды, и ирисы, и цветы, и розы, да, и всякие мускусы, да, хотите что-то поострее, погорячее, поперченнее, пожалуйста, там есть и кожа, и всевозможные вариации уды с цветами, хорошо. Лаки Кенди я поставлю из сегодняшних ароматов 9 из 10, потому что это хорошо. Да, композиция меня лично не удивила, я ожидал прям такой бронебойной чего-то, какой-то вот слоюхи, да, которая аж прям зубы сводила, с какими-нибудь интересными аккордами, да, пищевых компонентов, а получился просто хороший, добротный женский аромат. Мы с вами идем дальше. Дальше композиция под названием Холли Нероли. Холли Нероли, здесь у меня получилась небольшая проблема в голове, потому что эту композицию я слышал ранее, эта композиция уже есть в бренде, мне непонятно, зачем бренд выпустил то же самое, что было раньше, но просто под другим именем. Что я пишу? Что эту композицию я раньше видел в этом же бренде и аромат назывался Orange Flowers. Orange Flowers ставлю куда-нибудь это самое я, картиночку. Чем он мне пахнет? В самом старте, это вот композиция Хамелеон, она в старте пахнет как типичнейший мужской аромат. Огромное количество колких, холодных, прям таких мужицких Неролей, которые смешаны с ощущением чего-то бритвенно-мыльно-рыльного, но спустя час Нероли становится чуть тише, Нероли показывают все вот эти свои грани теплых белых цветов и она уходит в женскую степь. Вот поэтому, если пойдете нюхать, скажете, что я совсем с ума сошел, нет, вот такое здесь есть. Начало чисто, мускулинное, прям мужик-мужик, а потом это очень мягкая, приятная, женская, медовая, теплая композиция про большое количество белых цветов, возможно, какие-нибудь тиланги, да, те же самые франджипани, легкая толика легких специй и на очень приятной деревяшке. Здесь производитель говорит о том, что он использует розу, сахар, я этого ничего не слышу, для меня это вот квинтесенция масла Нероли, цветов Нероли, цветов горького апельсина, но, возможно, легкая цедра, да, каких-нибудь цитрусов, здесь это вот все будет. Неплохо, меня просто эта композиция не удивила. Этот аромат сравнивают с Синтрой, я скажу, что не похож он на Синтру от бренда Мема, если с натяжечкой так сказать, Синтра, если мужик меня смотрит и мужик любит Синтру, как она пахнет в магазине, но для него композиция слишком феминна, ему хочется побольше брутальности, побольше маскулинности, вот подойти, подойди и понюхай Холи Нероли, потому что для меня это Синтра в мужском обличье, да, не похоже, просто общее направление. Я не очень люблю подобного рода нарочитые Нероли, прям такие излишне медовые, излишне прям в нос, да, такие слегка одеколонистые, слегка уходовые, но, возможно, кто-то любит, собирает Нероли, но здесь они просто слишком ядерные, слишком промедренные, я такое не могу, поставлю 6 из 10 всем фанатам наролевых ароматов подойти, если не можете купить Orange Flowers, да, хотите что-то да про то, вот подойдите. И третья композиция, которая мне очень и очень понравилась, это Rendezvous в Париже, вот с этой композицией я буду призывать знакомиться каждую даму, кто меня смотрит, и каждую даму, которая покупает ароматы по моей наводке, неважно, где вы это сделали, я всех люблю абсолютно одинаково. Вот, Rendezvous в Париже, офигеть, как красиво, ну, просто офигеть. Бренд Montal еще чем славится? Своей ценовой политикой, да, в тех же самых интернет-магазинах сотку можно прикупить от 6,5 до 10 тысяч рублей, да, в зависимости от того, насколько вы мажористая, да, белая богатая женщина, а может быть и смуглая красивая, да, чернобровая чернорусая. Но так вот, про что композиция? Это шипр, это безумно красивый фруктовый шипр, который сделан по канонам люксовой парфюмерии, которая выходила в 2000-х. Но сюда добавили вот этих вот современных стоинов, сюда добавили шлифинов, и композиция настолько объемная, настолько манящая, настолько притягательная, что просто, мама дорогая, пирамида там большая. Что я слышу? Это действительно фруктовый шипр, и здесь действительно в самом старте очень приятная груша. Для меня это груша, который уже полежал на солнце, вот вы ее пальцем раздавливаете, и вот из нее брызжет сок. Очень приятный, слегка такой медовый, да, очень ароматично душистый, до дрожжев коленок, и вот эта вот груша, которая-то на вкус, но пока, да, когда она вот полежит, она становится безумно сладкой, безумно ароматной. Кто любит эти груши, поставьте пальчик вверх, я их обожаю, я их обожаю. И здесь вот эта груша обыграна еще очень сладкой, и вот эта вот сладкая груша обыграна здесь еще очень приятной кислинкой. За кислинку, там нам производитель говорит о том, что он использует ревень, для меня это не ревень, не ревень, это скорее всего что-то от смородины, по типу сладко-кисленького джема. Очень-очень красиво, роза, роза есть, роза не мерзотная, роза не протомление в страстях, роза не подвальная, роза не болгарское масло, а вот именно юная, какая-то майская чайная роза, которая еще обыграна деревяшкой, ванилью, сахаром и мускусом. Мне безумно-безумно понравилось. Я еще пишу, что роза здесь у нас запудривается, роза пудрится, вот, и эта работа понравится всем тем, кто любит шипровые композиции, притягиваю из своей памяти, Juliet has a gun, там есть очень красивый шипр, что-то там леди, вот это вот. Дама на фрагрантике возводит баталию кому-то прям невозможный, тошнотворный мускус, я здесь этого ничего не чувствую, я слышу очень приятные фрукты, очень приятные ягоды, очень приятную розу, очень приятную даже чайную розу, чайную розу с легкой толикой чего-то пудрового уходова. Безумнейшая красота. По раскрытию, по степени, это фрукты, это густые розы, это пудра, это пачули и очень приятная сладость. Действительно, композиция в духе старых работ люкса, но на современный лад. Если первая композиция от бренда Монталь живет 4 часа, вторая композиция целый день, она просто монстр, монстр на роли, то здесь история очень приятная, здесь действительно есть степень и грани раскрытия, она не минорная, она не топорная, она не висит в воздухе топором, она меняется, она трансформируется, да, пройдете там, волосами проведете, ветерочек поддует ваш шлейф там дальше, да, все будут принюхиваться и говорить, как классно, как классно пахнет. В общем, резюмируя, любите сладкие фруктовые шипры, подойдите, попробуйте, да, здесь шипры не грузные, здесь шипры не проподумать, да, здесь шипры не готические никакие, а здесь очень жизнерадостные, веселые шипры, возможно, действительно, это каникулы в Париже, я там никогда не бывал, если были, напишите. Давайте думать о хорошем, в нашей жизни так много всего самого плохого, у меня в комментариях, слушайте, началась просто какая-то война, видимо, и видео начинают как-то куда-то распространяться, и просто кому не лень, попадаются и пишут всякую чушь. Я сделал обязательно видео, я не забыл про это, с вырезками и потом с вами похихиками. Вот это я ставлю 10-10, это правда хорошо, дамы, рандеву в Милане, идите, знакомьтесь. Если у вас много шипров, вы их собираете, попробуйте и рандеву в Париже. Если у вас мало шипров, вы хотите сделать мелкие шажочки к этому направлению, тоже попробуйте. Хороший шипр, на ком вижу, тоже композиция, на мой взгляд, чисто женская, чисто юная, но, возможно, если барышня хочет как-то подчеркнуть свой шаром, да, вот под колготочки какие-нибудь под черные, под туфельки на каблучке, под юбку, карандаш, под красную помаду, ну, это просто красиво. Это красиво, 10 из 10. В общем, как-то так. Если пробовали эти новинки, мы пишем в комментариях, если хотите покекать в комментариях, тоже напишите, вот, и излейте свою желчь, потому что не копите в себе все, не копите, напишите, и мы потом как-нибудь своим зрителям вам там что-нибудь ответим, напишем, поможем, да, ментально. В общем, как-то так. Любить себя, берегите себя, не слушайте ничьих мнений, да, к моему только прислушивайтесь, но все равно тестите все на себе. Я всего лишь, естественно, в какой-то там инстанции и не беру на себя лавру, что я все-все-все знаю. Все, обнялся до хруста безе, ссылки все внизу в описании, промокодик применяем и увидимся совсем-совсем скоро. Пока-пока.